Приветствую вас, прочитал ваш вопрос и прочитал вопросы, которые вы задавали ранее, все они заданы в принципе в одном ключе, довольно-таки они коротенькие у вас, и в общем-то все они, эти вопросы говорят о том, что вы недостаточно уверены в себе. То есть вот у вас есть определенные страхи перед девушками, у вас есть определенная неуверенность в себе, нерешительность, комплексы, может быть даже мнительность и так далее. И вот по большому счету это и есть ваша проблема. То есть страх позвонить по поводу работы, это как бы следствие того, что у вас проявлялось на протяжении всех ваших вопросов. Вот, вот, а я сейчас открыл ваш профиль и значит вы пишите. Мне был сексом спор, мне 20 лет, у многих знакомых было, у меня не получается, как быть? То есть это вот такой вопрос, довольно сложный, то есть кроме того, что вы вообще ориентируетесь на сексуальных, как бы, опытах, это понятно, но вы же понимаете, что, чтобы был секс, нужно, например, как-то быть привлекательным для девочек, да? Чтобы, ну, по умолчанию для девушек, чтобы быть привлекательным, нужно иметь свою модель мужского поведения, чтобы иметь свою модель мужского поведения, нужно, чтобы вы представляли себе, например, например, о том, как вообще должен вести себя мужчина настоящий, что для вас такое понятие настоящий мужчина, понимаете? Вот, и это означает, что вот какого вот ориентира в мужском поведении у вас нет. А ориентира нет, потому что не было идеала, идеала мужского поведения не было и, возможно, нет. Поскольку первичный идеал мужского поведения закладывается отцом, предполагаю, именно проблемы с отцом у вас не имеются. Вот, как видите, ответ на ваш вопрос заключается в том, что вам нужно прорабатывать детско-родительские отношения. Это нужно разбирать. Далее, вы пишете, девушки смеются надо мной и не хотят общаться. Как быть? Ну, во-первых, смеются над всем. Тут тоже вопрос довольно важный. Не хотят общаться, потому что вы для них неинтересны. И вам не о чем с ними поговорить. Тут сразу возникает вопрос, какой круг общения у вас? Какие девушки в этом кругу общения? Как они с вами взаимодействуются и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете? И, собственно говоря, какие у них интересы? Вот именно интересы вам и нужно реализовывать с ними. И их интересы. Не свои. Их. Если вы хотите, чтобы им было с вами интересно общаться. Или сделайте свои интересы максимально воспринимаемыми ими. Но это все, опять же, требует работы. Более подробного обсуждения. И что вам нравится. Какие у вас интересы, какие интересы девушки. Как это все можно совместить. Это вот такой важный момент. Далее. Как начать новые отношения, когда только недавно расстался бывший? Ну, помимо того, что, как бы, это... Я бы читаю ваши вопросы от самого позднего к более раннему вопросу. Да? То есть сверху вниз. Ну, помимо этого, вопрос, как начать новые отношения, когда только недавно расстался бывший, противоречный многостер, что девушки над вами смеются и не хотят общаться. Если у вас было бывший, значит, с какой-то девочкой вы сблизились. Но расстались. И надо сказать, что если мы говорим о том, что вам не начнет новые отношения, то для начала мы не договорились. А для этого нужно определить все проблемные моменты в них. Вы завершаете старые отношения, извлекаете урок из этих отношений, получаете опыт и стараетесь далее этот опыт использовать для того, чтобы не совершить тех ошибок, которые вы совершили. Вот и все. Но с другой стороны, вы говорите, как начать новые отношения, когда недавно расстался бывший, а ответ – никак. Вам нужно побыть одному, чтобы подумать, понять, что для вас ценность, что для вас важно, как для вас, с какими человеком вы хотите быть. Не стоит спешить из одних отношений в другие. Далее, вы задаете по сути дела вопрос, как забыть бывшую и назовет новые отношения с девочкой. Ответ – что мешает вам добыть бывшую девушку, то есть она бывшая. Какие потребности и желания вам это мешает сделать. Ну, в общем, далее вы пишите, что вам нравилась одна девочка, нравится одна девочка, назовет, с которой вы отдыхали в лагере. И я их тот не нравился, но когда я нашел ее в соцсети, не стал добавлять, как мне поступить. И здесь снова вопрос, который вы, как бы, адресуете нам, но в действительности адресовываете вы нужны в себе. Поступать вам нужно, исходя из того, что вы считаете для себя правильным. То же самое. И вопрос, как познакомиться с девочкой – это тоже вопрос уверенности в себе, самооценки ваших интересов, взглядов, организации деятельности, принятия в себе, себя, любви к себе и так далее. Недоверие к девочкам – это, опять же, тревожность, мнительность и страх. То есть, если вы кого-то не доверяете, вы боитесь, что этот человек вам навредит. Вы боитесь вреда, который причинит вам. В чем заключается этот вред? Опять же, нужно разбирать. Далее, вы задаете вопрос, как бы стать, говорить, самим собой. И этот вопрос, он вызывает только встречный вопрос. Зачем прекращать? Если вам это не мешает, если не мешает другим, то зачем? Зачем переставать, общаться с самим собой? Тем более, перед нами иногда это даже очень полезно. Далее, вы задаете вопрос сексологу, и это явно не психология вопрос ваш. Ну и, в принципе, дальше вы задаете еще несколько вопросов, уже связанные с работой. Как устроиться на работу безопытной? Есть испытательный срок, есть всевозможные работы помощниками, ассистентами и так далее. Есть работа на полстатки, есть работы по заработке. Кроме того, вы можете набрать опыт, например, опыт работы в интернете, если вы хотите работать. Для начала надо определиться вообще, чем вы хотите заниматься. Потому что, как устроиться на работу, это, например, довольно беспредметный. Далее, вы говорите, не могу устроиться на работу, но все это и пробовалось, как быть. Почему не можете устроиться на работу? Зачем ваша проблема? Другие нужны выбирать, знаете. Далее, вы пишите, не могу сдать вступительный экзамен. Но, опять же, здесь вопрос, мне кажется, вы задаете его невротдел психологии, но тем не менее. Это вопрос по психологии. Вы не можете сдать вступительный экзамен, потому что, либо плохо готовитесь, либо это не ваш материал, либо вы сильно переживаете и нянечаете до повода, опять же, той же неуверенности в себе. Далее, вы спрашиваете, как предстать сняться девушек. Ответ простой. Принять себя. Представить свои недостатки, считать таковыми. И воспринимать их, как свои индивидуальные черты и качества. Далее, вы пишите, не могу забыть девушку. Надо сказать, это ваш, вроде, последний вопрос. Вы не можете не забыть девушку, а вы не можете справиться с теми потребностями, которые она удовлетворяет, или удовлетворяла с вами. То есть, у меня есть ощущение, что вы недостаточно осознаете самого себя, Никита. И отсюда у вас проблем. Та же, как избрать, позвонить по поводу работы. Вот правильно вам сказал моя коллега, что вы боитесь мне позвонить, а вы боитесь того, что за этим стоит. То есть, например, вы боитесь результата. Почему-то он для вас чересчур значимый. Вы, наверное, боитесь каких-то изменений, представлений о себе, например. Такое тоже может быть. Может быть, еще чего-то вы боитесь. Но в любом случае, если с этим нужно разбираться и понять, что страх, страх сам по себе, это нормально. Страх – это нормальная реакция человека, это защитный механизм, это нормально, это хорошо. Но, во-первых, страх означает, что есть какие-то обстоятельства, которые для вас опасны чем-то, и это нужно осознать и принять во внимание, скорректировав свое поведение. И страх не должен вас парализовывать. Он симулировать должен. Такова его основная цель – симулировать человека к определенной деятельности. Вас же страх парализует. Значит, его чересчур много, а значит, он мистический. И вот вам нужно его перестать мистифицировать. То есть, больше рационалистичного добавить в то, что вы видите в качестве опасности для себя. Но это все работа, Никита. И если вы не хотите с этим работать, я боюсь, все так и останется. В любом случае, я предлагаю вам несколько средств, которые помогут вам страх побороть. Или, по крайней мере, сделать его более таким, ну, более приемлемым для вас. Значит, задайте себе вопрос. Во-первых, чего конкретно я боюсь? Постарайтесь увидеть предмет своего страха. Далее, определите, когда вы, например, будете звонить, постоянно спрашиваете себя, случилось ли это, что я боюсь или нет. Далее, вопрос. Если случилось, так ли это страшно? И что я буду делать, если это случится? Ну, если вы боитесь представлений, то, соответственно, это то, что, как вы знаете, либо в вас есть, либо вы думаете, что в вас есть. И представления, как бы, подвергают ваше восприятие себя угрозе. То есть, вы, опять же, не уверены в себе. Никакой вопрос, почему и что вы в себе не принимаете. Вот, пока это то, о чем вам нужно подумать, это то, чем вам нужно самому поработать, а если будет желание, обращайтесь к психологу, которого вы выберете, и начинайте работать над собой, и тогда изменения не заставят себя ждать. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И если у вас появится желание дополнить мой вопрос, напишите мне, пожалуйста, об этом в личку, я прочитаю и дополню также свой ответ. Еще раз, всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok